В 17 веке рыцари Лихтенштайна владели здесь своим замком, возвышающимся над Хонау. Но последний из рода Лихтенштейн пал в битве с турками в 1687 году, и так закончилась славная история, которая все же осталась в веках благодаря роману Вильхельма Хауфа. Кстати, Лихтенштайн означает «светлый камень». Тогда в немецком языке не было слова «хель», что сейчас переводится как «светлый», было только «licht», то есть «свет». В то время на территории нынешней Германии находилось огромное количество княжеств, которые бесконечно воевали, такие как Лихтенштайн и Ройтлинге. Последние завладели замком и разрушили его в 1377 году. Его не стали восстанавливать, а построили еще один замок, но не на месте старого, а в 15 минутах езды на скальном конусе, где он сейчас и находится. Замок, построенный около 1390 года, считался одним из самых оборонительных в Средневековье и выдерживал все атаки. Однако в 1567 году он потерял свой статус герцогского престола и пришел в упадок. И в 1802 году он был снесен до фундаментальных стен и заменен простым охотничьим домиком. В 1837 году Вильгельм Крапфон Урах, вдохновленный романом Вильгельма Гауфа Лихтенштайн, выкупает этот домик у своего дяди по счастливому совпадению короля Вюртенбека и строит рыцарский замок в неоготическом стиле. Новое здание включает стены старого замка до второго этажа. И может показаться, что это совершенно обычная история. Может и так, но герой истории совсем необычный. Сам Вильгельм I фон Урах женат был на Аделине де Богорнея, дочери Жозефина. Кстати, в замке хранится посмертная маска Наполеона I. А вторым браком на Флорестине из Монако Гримальди. Их сын одно время претендовал на престол Монако, чем вызвал огромный переполох. Право наследования потерял, потом должен был стать королем Литвы, но Первая мировая спутала все карты. Неудачник по полной программе. Да и сам Вильгельм был племянником Марии Федоровны, и ее внук Александр II гостил в замке и привозил подарки – малахитовый набор для бюро. А его дядя, тот самый король Вюртенберга, был женат на Августе Шарлотте, дочке Георга III, которая родилась в Букингемском дворце. В самом замке фотографировать нельзя, потому как до сих пор замок является частным владением. И сын владельца учится рядом в городке Тюбинген, где снимает квартиру. В замке еще масса тайных историй, которые он открывает любопытствующим. Вы были поражены и удивлены, насколько переплетены все европейские нити. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!